сегодня чередейки у нас ребятки привет мы будем смотреть четвертую серию в прошлый раз смотрели сегодня смотрим пятую я запутался немного и и значит все ваши остальные варианты на букву е все расслабляемся на эти полчаса вы полностью наш но это по-доброму вместе нет не так не нет не так не так это это так и типа говорить что типа все спасибо а кто динглс принглс блин я не помню мистер мистер динглс ладно сейчас услышим по-любому бабушка ругается ого что это такое мне это нравится я не хочу я хочу я хочу вам я хочу я хочу мне прям с первых кадров нет но это жутко я еще сначала хотел вот хомяка сожрали прямо но это не хомяк это белка мистер приглас мистер приглас она спит на уроках у нее есть такой прикол особенно кто не спит на уроках кто не спал вообще я не осуждаю мы едины мы же сказали я полностью разделяю и учился ужас на математике математике учился на физике спала в универе всегда спала на немецком поэтому так обидно ну то есть математику очень плохо преподавали у нас и я в целом ее очень плохо ловил но потом после того как я закончил школу мне она так начала нравиться вообще все около математические науки возможно просто у тебя в школе и странно преподавали ну она была какая-то знаешь как инструмент насилия она не подавалась как ее интересное что-то там как точные науки которые могут там прикольные разные штучки обычно это всегда а унижение у доски вы а мистер колленс монгольский орды так ужасно а это устой история они математика он же учитель истории он мне нравился на самом деле я я в прошлый раз даже радовался что они сошлись но учитывая какая убил мама я даже рад за него что у них ничего не вышло да серьезно она очень душная тетка мы говорим про гунов нет они достойны друг друга он тоже душного ты чел тоже ужасно это не и это все было по-настоящему это все было просто что по-настоящему ей внушили эти видения и боль тоже наверное да 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 но на самом деле насчет боли иногда бывает настолько проникаешься снова у меня так было что я просыпаюсь у меня реально там тело болит или я просыпаюсь и я плачу ну типа я во сне плакала просыпаюсь у меня слезы не но это же слезы это понятно а другой у меня к типу и что я упала с очень высотного полуразрушенного здания я проснулся я прям все болело ну не один раз так было правда прикол у вас так работает сто процентов ну ты внушаешь себе это это не не так как психосоматика около что-то того ну наверно она и есть мой любимый я как-то по-дурацкому спил в прошлый раз у нас одна зарплата и теперь я каждый раз хочешь взять одну зарплату я не могу это плохие на башки выдернуть что поможет персонажу каждый раз я подожду там какие-то ледяные демоны потом еще это у чародейки е единство подожди ей тут enemy враг единство ну единство против врага все правильно но как ты на еврага назовешь е но ну а как по-другому они же не могут прям так весь словарь на запас используя е еродивый не ну это так и еретик я значит еретик но тоже нормальный единство нормально заснуть классе и как ты это объяснишь сама удивляюсь учитель коллинз бубнил спать мешал не ну правда чего на ребенка напали нудный он нудный ну и потом реально ну вот вас реально вызывали к директору из-за того что вы уснули на уроке более того я считаю что если от твоего голоса засыпают это комплимент а вот еще тебе интересно проблема но твоя не слушай просто вот я а что от ребенка который встал в шесть утра нормально ну типа вот такой вот весь пошел через весь город по снегу зимой мне нравится когда ты встал в историю вилл вплетает свои воспоминания мужской голос на низкочастотном таком резонансе очень сильно успокаивает нервную систему и ты засыпаешь как от баса постоянно засыпаешь а еще когда ты монотонно рассказываешь какую-то интересную шумерскую историю шумерскую но они что-то там вилл так дело не пойдет в последнее время ты отбилась от рук это очень страшно попозбудили лицо матери в аниме есть такой прикол когда появляется холодный взгляд на фоне персонажа прям пробирает до костей я немножечко сейчас словил эти ассоциации не запарщиваешь подумаешь задремала на минуту вот и даже не задремала просто прикрыла глаза я устала понятно меня мучают кошмары что ж с хазерфилдом не сложилось вилл это моя вина я привезла тебя сюда и я же увезу фэдон хиллс в конце года вот я только хотел сказать а та история когда ее заберут обратно или в какой-то переедут другой город куда пропало этому это же просто какая-то сраная логика очень еще такая благородная это моя вина это я привезла тебя сюда у нее не получается хотя уже повторять для новеньких которые пишут комментарии все кто сначала смотрят нужно привыкли что мне неудобно говорить вилл я буду принять уилл пожалуйста просто когда я говорю уилл я имею ввиду ее давайте привыкнем к этому а да тебе писали писали вообще-то не уилл а вилл я я знаю мы все знаем мы просто договорились что я буду говорить так а я как говорю вилл да ты правильно говоришь серьезно мне кажется да мне реально не комфортно говорить вилл извините а мне а не уилл пишите надо как-то вот так язык уилл не знаю ладно зачем эти крайности сил же я знаю что лучше для моей дочери это знание откуда откуда она появляется это же убежденность какая-то какой-то материнский фанатизм ну правда как можно знать огромное количество матерей причем убеждены что они знают сама идея откуда прям ты знаешь это ну ощущение это появляется потому что ты самого рождения с ним и тебе кажется что но в период особенно в период сепарации ну ну родители точно не знаю что ходит что хочет их ребенок и что действительно для него лучше а вдруг нет слушай я не против я слушаю я не хочется быть вот этим инфантильным человеком который такое дети сами разберутся понятно что дети иногда совершают жесткие ошибки и тыры-пыры и как в каких-то моментах родители действительно заботятся они реально все знают все знали а мы такие не поверили многое они действительно знают слушай мы же не разбираем какую-то абстрактную ситуацию я говорю про эту ситуацию в этой конкретной ситуации полный зашквар имей ввиду я к тебе равнодушно я едва помню как тебя зовут виноват и бабки баб это было так мило когда они выяснили отношения нравится как корнелия злится она она очень мило злится у нее у нее прям игра хорошая получается блин это одноглазое чудище все испортила в городе появилась нормально все огромное спорим там вообще никто вопроса не задал это мы уже поняли это точно внушение страж не ой точнее воин который играет на дудочки просто сон она всегда в воде от воды вдруг нет пропотела от страха в это кисный когда тоже почему этот вариант волосы хотя странная теория благодаря капиллярному эффекту все распространяется через ткани я тоже издевалась буквально засыпаю на ходу пардон кошмар ты серьезно ну ладно из-за мультик а что у вас тоже у всех ну да ну пойдет следующее и что будет с ведьмой ничего мы ей не позволим мама подала прошение о переводе значит надо его перехватить мы спасли принцессу неужели не справимся с куском бумаги интересное решение да переходить письмо ну да ну пойдет следующее ну а что делать уговаривать мать вообще не вариант в данной ситуации но вдруг хотя и остальные четыре ее подружки вообще не авторитет да конечно нет это может даже из-за них вот она в дурную компанию попала и вот стала уроки не делать по ночам не спать где-то шляться а если посмотреть со стороны матери вот действительно она не в теме что ее дочь стражница которая по ночам слушай но ее дочь ничего такого не делает то что ребенок скатился на тройке это нормальная ситуация ну я не знаю это я понимаю да кто не скатывался к тройкам у кого не было проблем в учебе ты же не знаешь что ты не прижился в городе если ты в нем родился блин ну вот отличников интересно ты тоже скатился на тройке или там заснула на уроке заснула на уроке это же святое вообще уснуть на уроке это мамин секретарь референт аманда болонд приветствую твоя мама отъехала на остаток дня твоя мама отъехала поехала правда а мы договорились встретиться с ней тут она вернется она вернется она вернется возможно она действительно вернется я забыл что у них же еще силы остаются я в прошлый раз сказал что у одной уилл одна сила получается так две какая я в комментариях спасибо сердце кондракара да что она благодаря своей силе превращает всех остальных девочек ты угораешь вот в тот же момент когда ты сказал об этом что уилл относила я тебе говорю так сердце кондракара кто-то просто списывает с тебя и выдает за свои мысли да это ты меня не слушаешь прости ты прав ты говорил показать не 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 я верю надо что работаю с твоей мамой она находка для фирмы надеюсь она тут задержится подольше внимание надо разделиться и спрятаться до конца рабочего дня правильно простите а как это работает то есть она она создает получается связь между ними и они разговаривают на мысленном уровне это типа как единая сеть да 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 и только когда это захочет Тарани они могут общаться с друг с другом только когда она захочет да да только когда Тарани захочет у Корнелии кстати новый наряд в прошлый раз было что-то с галстуком у них у всех новый наряд просто нет смотри на остальных не обратила внимание у Ирмы у Ирмы у Ирмы у Ирмы сегодня в спортивном костюме я Корнелю заметила потому что она как обычно выглядит лучше остальных здесь туалет дальше по коридору но спасибо а да я тоже хочу спасибо что напомнила но одним вам нельзя разгуливать тут Аманда я готовлю реферат об успешных деловых женщинах можно взять у вас интервью правда я деловая безусловно очень заметно ну нет тут гадко и грязно и потом места нет место будет эй юбку испортишь а что какой план они хотят быть коспичной я понимаю остаться на ночь и ночью и ночью и ночью гениально а что что ты делаешь не хочу делить кровь с полным мешком от пылесоса какой кретин хранит такую гадость кошмар не увлекайся телегинетом еще попадемся ладно что такое мистер мак грудер говорит главное понимать цель и мысли но важнее уметь по телефону общаться телефон и ловкость в ксерокопировании мне просто нравится кадры то ли из-за плохой рисовки то ли действительно посмотри на ее глаза а да она просто измучена я протаран а так у нее очки это очки ну да она такая у нее глаза прям вот ну ей же это абсолютно не интересно я хороший вкус телефонные навыки ксерокопирование хороший вкус ну я больше не выдержу отвлекись на свой кофе мама ну как же это я сейчас я принесу тряпку фарагонды фарагонды не фарагонды а голос блум голос мисс гриффин голос хатидже вообще я уже начинаю думать что там всего лишь голос ученые из темных начал мы собираем коллекцию высовывайтесь пока народ не сгинет это мужской туалет что вы забыли тут но это дамский туалет разве это а ужас я я прошу прощения это я я и я и я я и я Ну, работнички, все раскидано, это опасно, подать бы в суд. Но на кого, на себя? Вот, представляешь, если бы это не был картонный город, он разлился, нашел бы чувака, который убирался в эту смену, принципиально его уволил бы. А, да. Вот что, кажется, я перепутала день. Пойду домой. А, подруги. Уже ушли, пока. А, мое интервью? Проблема? Несчастный случай на производстве. Подвинься. С твоим телекинезом могла бы сама меня подвинуть. Да, они решили остаться на ночь. И собирается там началась. Но это очень классно. Какая красивая. Это для нее кошмар. Ну, это ее кошмар. Ну, сзади бантик, конечно. Нет, очень красивый. Ну, ну, дай, подожди, дай, в начало. Очень красивая. Посмотри, какая красивая девочка. Очень красивая. Очень красивая. И по-моему непредвзятому выбору огуречной королевой становится самый сладкий огурчик. А у этой бабки, я тебе скажу, отличная фантазия. Не, мне кажется, она какое-то заклятие такое, типа, самых страшных кошмар. И вот, ну, они верят. Огурцы. И вот она самогенирует. Огурцы и... Да у него странные шутки, конечно, это стремный сон. Ну, он добрый мальчик. Ну, что? О, приставучий. Один годов. Осталось сто миллионов. О! Ну, конечно. Вот это действительно трешовый сон. Это страшный сон. Знаешь, самый трешовый сон, когда... Ты настолько за неделю наработался, выходные. Те сниться, что завтра на работу? Нет. А что? Те сниться, что ты работаешь. А-а-а... Я прис... Мне снилось, как я делаю проект. Я все собрал, я все сделал. Мне прям все покадрово было. Я просыпаюсь, я закончил проект в голове. И надо его заново делать. У меня было точно так же. Но это не в выходной было, а в будний. То есть у меня на работу утром. И мне снилось, как я встаю, еду в метро, провожу урок. Ну, вот, типа, все вот это вот. И потом я просыпаюсь, ну, я уже сделала все. Да-да-да. Я просыпаюсь и понимаю, что мне сейчас все это надо делать. Это очень неприятно. Такая подстава. Мне приятно. Ты же прям до слезок обидно кому-то как-то. Ты уже вроде все сделала, надо еще раз. Мозг-то что? Ты не мог что-нибудь классное подкинуть? По-любому у вас тоже такое было, мне кажется, распространенная хрень. Ну, когда ты устал, или когда новая работа, или новые впечатления, на тебя это очень сильно сказывает. Разве это не худший кошмар? Может быть, но это не мой кошмар. За работу надо отрабатывать сны. У них что, общие сны? Да, потому что они могут гулять между друг дружкой. Странно. Миш, Гук. Проснитесь. Поживее к доске. Но вы преподаете историю. Решайте уравнение. Я не могу. Все цифры... Это черный день для вашего аттестата, мисс Кук. И внешности. Мистер Колес, пожалуйста, на помощь. Мистер Колес, помогите! Тебе надо лишь проявить себя. Блин, это реально страшно. Это просто сон! Просто сон! Просто сон! Не можешь решить уравнение, если стражница погибнет в этом сне. Она не проснется никогда! Ого, если на себе! Ну, мы предполагали, что это все-таки как-то влияет на твое физическое тело. Отображается в реальность. Умер в Матрице, умер в реальной жизни. А как ты хотел? Она очень криповая сна. Прям страшно. Самое смешное, что он задвигает про математику. Самый тупой из них. Можно было проснуться только на этом моменте. Ты? Нет, серьезно, чел, ты? Не состыковка. Но она не искатель истины, чтобы распознать. Жестко! А, это чей сон. Ну, мне, Слэр, расскажите о планах, чайниях, надеждах и о том, фигурирует ли у них искренний ваш. Мартин, чаяние, планы и ты в одной фразе неуместны. А! А что? Что это со мной так... Моя цель – сделать мир лучше, свободным от стражниц. Какая крепота. Ого, кто мог подумать, потеряла голос. А, во сне. Во сне. У кого так было во сне, что вы теряете голос и не можете кричать? Допустим, там на вас нападают, и там есть люди, и вы пытаетесь на них докричаться, и у вас нет голоса. Или пытаетесь кому-то что-то сказать. Ты бы никогда не был такой. Серьезно? Угу. У меня очень часто я не могу разговаривать во сне. Я пытаюсь, допустим, да, или вот просто в беседе разговариваю, потому что это очень важно искать, прям судьбоносное, ну, вопрос жизни и смерти. И я говорю, и меня не слышно, у меня не двигается даже рот. Это очень страшно. Надо почитать «Сонник». Ну, по-любому у вас тоже такое. Вы читаете «Сонники»? Я знаю, что это полная дичь. Я не верю в «Сонники». Но иногда я иду и читаю. Что значит «выпавшие зубы»? Смерть. Нет, на самом деле не смерть. Если они с кровью, то это смерть. Обычно без крови. Это значит, что надо расстаться с людьми, которые тебя бесят. Возможно. Ты думала об этом когда-нибудь, что это одно и то же? Вот и чел, который это придумывал, тоже, мне кажется, об этом не думал. Да, это полная хрень. Я не верю в «Сонники». «Сон, в котором пропал голос, упадок сил, потеря жизненного тонуса, хроническое переутомление». Похоже на правду. «Быть без голоса – это сон снится очень часто. Вы хотите что-то крикнуть о помощи, когда вам страшно, но голос пропадает. Так ваш организм сигнализирует об истощении всех сил». Да. Эй, можешь рвать платье, но никогда в нем я. Как красиво. Уже второй раз заигрывают с ее ногами. Первый раз, когда в 10 серии их посадили в картину, но ее прям так хорошо нарисовали. Во сне негде спрятаться. Во сне мы вас найдем. И правда голос не радует. Неправильно вкусно. Интересно узнать, а эта мелодия что-нибудь значит? Кто-нибудь обслужит посетительницу? У нас фуршет. Ешь, сколько влезет и все, что в нашем меню. Ням-ням. Вкусно. Бабушка! Ой, олень. Ого, классно. Вилл, Корнелия, кто-нибудь меня слышит? Подъем! Подвинься. Сама подвинься. Какие-то ненормальные сны считаешь? Ну, одно дело с ее телом, а другое дело одежда, да? Вообще, в целом с ней. Все, что происходит во сне, отражается в реальности. Хотя, да, это не противоречит. Наш мокрое проснулось в прошлый раз. Так, Аманда сказала, прошение получает босс, мистер Макгрудер. Вот и идите за бумагой. А у тебя планы получше? Да, матанализ. Она свихнулась на учебе. Ох, какой был ужасный день. Они не будут в этом разбираться? Да, почему? Ну, у них сейчас как будто задача поважнее. Они чуть не сдохли во сне. У тебя оторвано платье. Это интересно. Ну, одно дело, если бы не было в жизни никаких проявлений. Ну, у Тарли, такая, ну, матанализ. Она, видимо, займется этим. Проанализировать ситуацию. Я так думаю. Скользил, падал, да еще ошибся туалетом. Тяжелый труд босса. Нет, 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 нет. Мне еще подписывать в гору бумажек, мама. Письма, заявления, прошение о переводе. Нет, не могу. Девчонки, надо его выманить. Спасибо, мама. Целую, пока. О, это еще что? Ю, так жалко. Это такая чела в аватаре, чела с капустой. Вот я даже не знаю. Он одинокий, наверное, да? Наверное. Ему не жена звонит, а мама. Ну, может быть, жена дома ждет его, а мать живет в другом городе. И постоянно звонит ему и спрашивает, как у него дела. Сколько лет его матери? 80. 90. Ему где-то под 80. 70. Ему где-то 60-70. А матери где-то 120 уже. Ну, 90. Там раньше рожали в 15. Нормально. 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 Стоять. Теперь я знаю, здесь кто-то есть. Ну, качков пришел. спасибо макс я за что кукла этот скряга макгрудер экономит на тех обслуживании теперь пусть платит хотя бы за порошок офигеете наш оживляет всех я и забыл блин это решил бы многие проблемы например можно попросить телефон договориться с некоторыми людьми самому так другие не слышат и не видят эти проявления только чародейки да я помню об этом говорилось 1 кажется серии во 2 да да но они ладно я понимаю что еще из показанной силы при пытаюсь придумать новые какие-то штуки но может быть факс как-нибудь зажует бумагу когда пересылать будет пожертвует собой валиками своими чтобы эту бумажку не выпустить что по факсу да не выполнена бумага сам уничтожиться через одну-две прощай что там с мат анализом кто-то вторгается в наши сны и лепит из наших потаенных страхов образы наших врагов на самого захватчика нет наших снов думаю что нет чувствую благоспособности есть что захватчик звонит нам через измерение напомни отключить мой мобильник таким образом наш враг не подвергается риску а мы рискуем еще как наш разум обращается против нас а сверхъестественные силы добавляют реальности с нам потому у меня болит горло а у меня колени да без таких сил я бы обошлась что она действительно во сне пахала да я почему то прям прочувствовал ты знаешь сколько на столов помыла бедная хайлин значит если зло победит в наших снах победа реально не проснемся никогда как можно с этим справиться есть такое состояние прозрачный сон если мы сознаем что видим сон то в силах управлять им и помогать друг другу управлять сном бывало случайно ты под утро просыпаешься и можешь видеть и контрольные сны да да такая я немножко изменю здесь или это реально за заново засыпаешь и уже по твоему сценарию ведется да но за просыпали а я помню эта штука называется кажется осознанное сновидение не всегда было интересно среди нас есть люди которые прямо научились но то есть выложку и вот как людям которые научились и которые прямо это практиковали возможно какое-то время если у этого побочный эффект ну допустим ты запрограммировал себе какой-то прикольный сон лег все там собрал ты не высыпаешься не цели как это работает допустим я если это ночью то есть если я действительно после этого хочу спать то есть допустим три ночи я просыпаюсь от страшного сна или ну не прямо так просыпать а просто во сне начинаю понимать что это сон понимаешь то есть я уже все равно проснулась вообще по идее с этого начинается осознанное сновидение ты должен понять что это нереально вот я начинаю придумывать как из этого выпутаться или как сделать чтобы это было приятно или прикольно и начинаю вот но этот сценарий видеть и в итоге засыпаю заново и уже там я про другое я говорю если ты каждый день на постоянке будешь придумывать себе классные штуки допустим опять же у тебя предстоит творческая работа я понимаю что это тупо я звучу как трудоголик но у тебя творческая работа или ты придумываешь книгу пишешь сценариста во сне ты программируешь себе всякие разные условности свой допустим мир и ночью работаешь утром просыпаешься запоминаешь свой сон и на бумагу выкатываешь вот у меня вопрос ты когда с такими манипуляциями осознанными снами также устаешь от умственной деятельности как и в момент бодрствования или он работает как любые другие сны в общем вопрос осознанные сновидение ровно столько забирают сил как и неосознанные естественные сны или между ними разницы никакой я говорю к вам наши уважаемые сто процентов найдется несколько человек которые это практиковали вы сырмой заснули в одной кладовке и видели один сон вилл и хайлин тоже то есть нам надо заснуть вместе и во сне сразиться с нашим врагом напоминает фильм начало сон во сне коллективный сон это единственный способ совместная ночевка как ты догадалась вот такое отношение меня и тревожит вел ты не спросил разрешения самой хоть бы что нет мам мне неловко просто все расстроились из-за переезда и попросились остаться да и мы уже в пижамах родители в курсе гасите свет и вилл поговорим обо всем этом утром вот как спать после этого не на другой стороны и реально не спросили даже тяжело у них сам натянутые отношения в целом я настолько это все чувствую дискомфорт спать с ощущением утреннего диалога не самого приятного готовы не думайте ни о чем мотив тот же шуршит как песочник ну и где же он кажется я знаю что это доставай кристалл пока не поздно это Это сон! Управляем! Мы едины! Воздух! Вода! Земля! Огонь! Ого! И еще! Молния! Ага! Прозрачный сон! Это вещь! Оп! Слотких снов! Они же могут себе накинуть сколько захотят! Да! Это же сон! Там лимита нет! Да! Чтобы сны были слаще и лучше не влезать! Надо выбираться отсюда! Нет! Мы все мыслим как стражницы! И чем это плохо? Тем, что это сон, Ирма! К чему вообще ограничения? Ведь мы игра своего воображения! Вот это по мне! Крутяк! О! 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 Спасибо, спасибо Вроде конец Эти мстители и вторгались в наши сны Я сомневаюсь Там мелодия сна Еще звучит Как же Мы ничего не слышим Что ж, может я смогу показать Вы заметили за завесой мастерицу кошмаров Опять тот жуткий смех Кто она? Наш враг, но я не видела ее Ясно Она была в тени, а все плясали под ее дудку Как марионетки Не знаю как вы, а я ненавижу кукольный театр Мы ее победили Да, но кто она? Главный кукловод Она причина всех недавних бед Меридиана Включая этих мстителей Да А ее ни разу никто не видел Нет Вы ее видели в самой первой серии Страшники? Я из комментариев знаю, кто она Ну Но я близок по догадкам Ну не говори Я тоже догадываюсь Нет, не говори Ладно, не говори Я просто помню, что когда был первый сезон Писали, что Будет персонаж Который похож на Рубину Что-то такое Я подозреваю, что Но пока сходство очень Нет, я подозреваю, что это она Просто сейчас она старая Ее покажут в молодости Ну я понимаю Я понимаю, что А, еще молодость будет Да Персонаж в молодости похож на меня А не вот это вот Но получив от нас сдачи Вряд ли она рискнет снова лезть в наши головы Ну конечно Дети, вы должны спать А не мешать уснуть мне Извини, мам Эээ, миссис Вендом Можно с вами поговорить Насчет вашего свил переезда в Федден Хиллс? Тарани, это семейный вопрос? Мы тоже семья Вилл? Вот именно Мы все Это правда Мама, я тут стала частью чего-то большего Поверь мне А если мы поможем, Вилл? Я позанимаюсь с ней Я прослежу, чтобы она выспалась Если мы постараемся Может дадите Хезерфилду второй шанс? Мам, бежать в Федден Хиллс не выход В смысле Важно ведь не место Важны люди А люди здесь Как на подбор С каких пор ты так красноречива? Так Мы остаемся здесь? Спасибо тебе Правда, я подала прошение о переводе Может это не проблема? Верно Позвоню в понедельник МакГрудеру И отзову бумагу Ну хорошо Теперь спать Это было очень мило Больше мило как девочки вступились Помнишь первые серии первого сезона Когда они еще Грызлись, да Не ладили Потому что все четверо были друзьями А Вилл только приехала И все сейчас за нее так заступились Ну конечно, целый год прошел Они уже столько пережили вместе Да понятно Это не вопрос Как так вышло А вопрос Как красиво они Это очень мило И мама тоже Повела себя классно Мать ее Под эмоциями Сейчас все эти Ну а как Ты скажешь Нет Ты же совсем Мигер Вполне можно Есть такие люди Выходит, зря мыOTHم Химичили спрашением Главный результат достигнут Да Спасибо вам И во сне И наяву Вы лучше всех Ооооо Но что она закончилась Миленькая Очень милая серия Очень милая Закончилась серия Ее нельзя назвать Несюжетной Потому что все таки Не она сюжетная тоже Отчасти Я все жду Во-первых Они догадались Что есть Кто-то за этими мстителями. Потому что я вспоминаю, что в самой первой серии ее только увидел... Ее увидели мы. Мы и еще выжившие стражники. Я не помню, как его звали. Ватак, кажется. То ли Ватак, то ли... А, да-да-да-да. А когда она освобождала Меринду, Миранду. Меринду, да. То есть, они освободились, Ватак вроде выжил. И более того, Ватак с ними общался. Я не знаю, почему он не объяснил, как она выглядит, что это старая тетка. Хотя, что он скажет, Ватак сказал старая тетка. Они ни разу с ней никогда не встречались. Только с ее оскорбленными и замученными, застыдливыми ее охотниками. Вы все... Посмотрите на себя. Ну, короче, круто, что девочки теперь в курсе, что есть такой персонаж. Они не могут быть на 100% уверены, потому что это может быть сон. Нет, они явно увидели, кто стоял за Мстителями. Не-не-не, они все поняли. Кто посылал им эти сны? Ну, она могла образ свой изменить. Я просто... Понятно, когда они ее увидят, ее все сойдется. Но все равно я бы не стал бы с ним таким доверять. Очень миленький конец. Мне понравился. И понравился. Пока. Пока.